А потом уже положим и белый, и все остальные. А контуры? Нет. Значит, контуры будем искать так же, как здесь. А, мастерки. Ну, то есть, уже в фоновой среде. Значит, этот цвет, это белильца, значит, кисточку там не моем, только берем жидкость. Белильца, голубильца, розовильца. Некий такой сиреневатый цвет. Слегка он будет подгрязнен кое-где коричневильцами, розовильцами. Да? То есть, вот такой какой-то цвете. Полностью из бальца сделала. Полностью, полностью. Есть контуры. Да. Можешь немножко нахраннее вгонять, чтобы он прямо вгонялся. Не нормально с этим контуры? Да, хорошая антенненькость. Полностью, полностью, полностью. Избавиться от белого. Мало вещества. Вот столько должно быть. Вот здесь мало. Сюда, донабрать. Значит, когда ты это сделаешь, да, ты возьмешь тряпку. Сделаешь из тряпки, смотри, фигушку остановись. Вот такую фигушку. И все, что ты положила, мягко распределишь по холсту. Просто распределишь по холсту. Для того, чтобы потом остановись, взять фиолетоватости, фиолетоватости, чуть-чуть плюс коричневатости и начать поиск рисунка малой мерой краски. Тряпки вместе вот с этими полосочками, да? Узнаваемые, да, полосочки? Прямо вот этим острием этой подушечки начнешь поиск. Хорошо? Хорошо. Давай так, держи тряпочку. Уточняй, уточняй. Смотри, вот здесь темно, допустим. Да. И ты более темно. А, ты с этой же тряпочкой. Да, прямо тряпочкой наполняешь темнотой эту местность. Наполняешь, наполняешь. Волосики более красно-коричнево. Начинаешь и их тоже чуть-чуть наполнять. Вот так, наполняешь, наполняешь. Больше синисти, больше коричневости. Вот она. Накидаешь, накидаешь, накидаешь. А, ты все должна всю девочку. Мордочку ее чуть-чуть обозначишь. Ручечку ее чуть-чуть обозначишь. Плечико чуть-чуть обозначишь. Да. Значит, не в пользу голубого. Ходи в пользу сиреневого. То есть розовый добавляй к синему. И тогда будет сиреневин. Хорошо? Потом, когда ты все это понашвыряешь, у тебя появится инструмент мастихин. И ты мастихин. Начнешь, смотри, начнешь создавать первые высветления. Смотри. Высветления. Которые будут вот так мглисты. Вот так мглисты. Прикольно? То есть, все это дополнится еще одним способом укладки, да? И она у нас начнет уживать. Тельце, ты возьмешь. Я так много не запомнила. Ну, давай, копашись пока. А вот здесь все? Можно сапога? Нет, не у вас. Еще раз, смотри. Вот такими. Наблюдай все-таки их направленности. Вот стерочка. То есть, смотри, вот стерочка, если что. Ну, понятно, что... Смотри, вникай снизу. Светло, а под ним темно, да? Заложи темно. И явно пониже, да? Пониже. А ручечка, соответственно, подлиннее. Вот здесь эти складочки. Вот стерочка. Сейчас, смотри, как все удобно. Темности не хватает, поэтому негде добыть светлость. А ты немножко... Ладно, лучше сделать. Да. И вот так можно. И вот так. Палец туда, палец оттуда. И так, как будто бы новким. А ну, покажи. Как все сделаны так. Не туда, а на себя. А, вот так вот? Да. Ну, покажи. На-на-на-на. Ну, мне палец касается. Ну, нормально. Нормально. И чем площадь, тем шире захват. Да? Не взяли. Уже прямо целую борозбу. Моделировать или нет? Ну, понятно. Модели. Надо киневую вернула. Давай так. Ты не умеешь. Я царапаю, царапаю. Зачем это говорить? Надо делать и делать. Нет, надо просто добиваться того, что тебе показывают. А ты что-то не умеешь, это не мудрено. Нет. Честно говоря, я не очень понимаю, что здесь умеет. Ну-ка, покажи при мне. Вот именно. Вот так же, правильно? Да. А у меня как царапает. Так себе? Нет. Вот так. Так? Смотри еще раз. Этот палец ближе, этот ближе. Вот это как бы сомкнутость пальцев. А, я же. И ищешь, и ищешь. Если надо, берешь снова здесь, крупные пятна добываешь. Давайте сниматься. Давай. Так вот, да? Так. Ну, смотри, элементарно. Нет. Вытереть. Куда ты, этой краской там усудишь? И все. И зачистим. Зачистим. Если надо, раздвоила складочкой какой-то. Если надо, сильнее нажала. Раздавила краски. Теневые. Сплыли, да? Что касается... Значит, потренируешь еще. Что касается тельца. Возьмешь белильца. Розовильца-желтильца. Получила оранжевый цвет. Там разбавитель есть на столе, если что добавишь в себе? Перемолола. Перемалывая, у тебя синий будет подмешиваться. Но тебя это как раз и в этом заинтересованы. Заинтересованы, чтобы синий подмешивался. Чтобы она стала частью среды. Потому что если синий не будет подмешиваться, она будет просто рыжий. Вырезанный как бы. А так она буквально вписывается в среду. Ее цвет. Из-за того, что в подкладке синька. То есть, для чего мы набирали синьку? Для того, чтобы все было во всем. Сначала лучше сработать чуть в пользу розовинки. Потом все более в пользу желтинки. Поэтому сначала чуть с розовиночкой. Хорошо? Чуть с розовиночкой. Потом и желтинечко. Крепка сохраняет определенную меру краски на холсте. Выгодно. То есть, она не нагнетает туда слишком много. Когда мы ее распределяем, распределяем, распределяем. Хорошо? Давай так. Опять еще красное желтинечко. Нет, пощупай. Пощупай. И снова с вкладочки. Нет. Это ты делала. С нарушением закона. Ты наполняла густой краской. Добирала и намазывала. Нет. Ты должна была наштриховывать ее. Ты помнишь, я делал вот так. И ты теперь делаешь вот так. Не надкладываешь новую-новую краску. А перемалывая то, что там, навязываешь цвет. Вот в этом невозможно работать. Такая густота краски уже не способна к моделированию. А вот это способна. Вот такая мера краски нас интересует. Именно в такую меру краски мы легко загоняем идею рисунка. Потому что здесь моделируется. А здесь это полная каша. Густота краски здесь нам никак не нужна. Как впрочем, сейчас на всей картине тоже. И мы чтобы и договаривались не на зеленый, а на розовый. Правда? Да. Так, немножко еще многовато краски. Идем под саду. Вот эта мера краски хорошо работает. Вот плохо то, что мы долго морочились. И теперь это как бы вырезанный кусок. А хорошо было бы, чтобы оно как бы одно из другого происходило. Но будем постепенно... Оно все равно подмешается. Все равно будет подпачкиваться. Подмешается. Здесь у нас входит... Ага, оно прямо в середине. Прямо посередине холста. Значит, вот здесь это место. Это мы теперь точно знаем, где у нас вот эта темная входит сюда. И, соответственно, ручечка идет по этой траектории. Здесь немножко подчикает. Ты видишь, масло прекрасно подвигается. Куда его просят? Подвинуться. А, да. Ты просто наблюдай, что на самом деле действительно легко подвигается. Никакой другой материал так не согласится быть возделываемым. Черты лица лучше набирать с красниночками. Я беру красноту, коричневизму. Потому что у нас лица нет. Просто... Вот это я лицо делаю. Это линия лица. Это губочки. Подбородку всегда легко присобачить губочки. Сразу понятно, где должны быть губы, когда мы набрали овал лица. То есть понятно, что можно строить лицо со всеми сложностями академическими. Но губы относительно подбородка лица, ну, где-то здесь. Ну, в данном случае при этом ракурсе. Кончик носика всегда несколько темнит. А там еще темнит линия вдоль носа. Обозначим ее. Можно фотографировать, чтобы свет падал отсюда, да? Отсюда, отсюда, отсюда. Вот теневые скопились. Да. Глазная впадинка. Глазная впадинка. Это мы делаем с тобой смайлик лица. Это еще не лицо, но уже смайлик лица. То есть есть такая мера выписанности. Смайлик. Посмотри, вот здесь, несмотря на то, что... А, хотя у нас, да, смотри, как хочется подвинуть, правда? То есть расстояние многовато. Значит, здесь подотрешь синий, и на его место придет цвет тела. Ага. Так. Вот здесь мощно засела темнота. Вот здесь рука, касание к лицу. Красивичка. Потому что тел. Иначе, когда начинается чернявость, появляется... Нет. Не греться. Мертвецкость. Я имею в виду, что чем... Чем теплее будет тенечка, высветление, и начинаем их нагнетать. В тех местах, где они... Есть там, да. На носике. Причем штрихуем теперь по направлению цилиндра. То есть цилиндр, в данном случае, вот так. Цилиндр, в данном случае, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот по этим направлениям мы набираем наши светлотики. Весь деликатный рисунок, не кистью, пока набираем, а пальчиком, для того, чтобы сохранить мутный характер изображения. Пока мы в мутном, многое несовершенство, мало различимо. Как только мы из мутного вышли, какой-то жесткий рисунок, сразу будет понятно, кто... Кто рисовал? Кто рисовал? Слабачок, новичок. А в мутном мы удерживаемся от демонстрации своей немощи. Ушечка. Потерла. Сюда вот, видишь, здесь съешь и тепленький нарастишь. Поэтому бессмысленно пальцы рисовать, пока мы полностью не убедились, что у нас пропорции соблюдены. А вот это баллтально? Похоже. Старайся больше крупным штрихом работать. Мелкой вот этой вот дробью старайся не работать, а вот таким обобщительным... Как вам делать? Который, смотри, хорошо, хорошо, я же говорю, уже человек разумный работает. Больше обобщений, да? Вот этих. И по форме цилиндра. Штрих по форме цилиндра. То есть туда. Туда. Здесь наоборот. Цилиндр так. Так. Не обязательно прямо круглить, но в этом направлении. Хорошо? И оно невольно круглится. То же самое, смотри, давай. Ну, близко, близко уже. Многие вещи приблизились. То есть светик положила по стволу, потом взяла, расштриховала. Логично? Если было много краски и не дало вогнать свет, съела, уложила, и опять. Здесь не боятся. Ну, нам же нужно, чтобы она светленькая была вот такая. Ну да, не боятся. Сначала сделай колонну шеи, так, чтобы все максимально произошло. Шея – это колонна. Цилиндрик, колонна. Поэтому сначала дай вот полное ощущение света и объема, потом прибавишь подробности рельефа. Хорошо? Так. Беленький тоже не откладывай теперь, когда многое прояснилось. Возьмешь беленький. Нагонишь. Хорошо? Прямо нагонишь, нагонишь. Сначала волосы проглотишь. Потом волосы выйдут сверху на белый. Хорошо. Но там все равно же белый у нас. Да. Значит, нагонишь белизну, игнорируя волосы, то есть перебивая, потом вернем их. Прямо тут даже онлайн? Да. А здесь белый уложишь несколько иначе. То есть я вот до сюда тут белый уложишь, да? Не, не, не. У тебя же там лесок. Крылышко. Ну, пусть. А что, мне может быть лесок? Лисокрылышко. А, ну пусть, да. А девочки? Ну, ладно, давай, давай тогда полностью забеливай. И мы на это пространство дадим идею крылышка. Вот. Вот такое. Так. Ну и здесь тогда у тебя белый. загонишь прямо вот такой раздавленной белильностью. Маленькие окошечки понаставишь. Вот такие окошечки разной ширины. Да. Оно, да? Причем раздавленная краска, ты видишь, сиятельно. Смотри, как масло на хлеб. Вела и придавила. Сначала тюкнула, 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 вытерла, вытерла обязательно, тряпка постоянно в руке. Давай так. Маленькие окошечки. Да. Видите, но с розолинкой. Хорошо? Потому что с розолинки синий и розовый. Вот эти чернявости по насажаем. Хорошо? Ну, чтобы обрисованность появилась. Ну, не ругать-то у нас. Не сильно ругать, да? Ладно. Ага. Ничего, усыпать. Так, нормально. Бутор много, да? Да, ну, ширнило. Четы там еще много. Стойко. Очень вкусно. Вот такое. Вот такое. Поэтому чуть-чуть добавим. и вот эти стреловидности крылья. Раз, раз, раз. Так. Волосики. Они здесь заканчиваются, да? Они здесь красные. А что не поддавливаешь? Да, не поддавливаешь. Значит, возьмем к пользу. Я руки в куатором. А ты вытирай их хорошенечко. У меня, по идее, должны быть красноты, коричневоты. И вот такое. Вот такие действия. Вот такие. Не густим. Великая ничеряк. Великая ничеряк. Сюда не ходим. Сюда подошла. Путирехоз. Поперерубаешь чуть-чуть. Хорошо? Вот такие. Великая ничеряк. Великая ничеряк. Великая ничеряк. Продолжишь немножечко? Да. То, что белый там будет нечестно, Ну, там же что ли? Нет. Ты вот здесь белый хотел доложить. Еще дальше доложить? Да, там же его нет. Ты хотела прям вот так. Угу. На счастье. По нагнетанию. Вот так. А, и вот здесь. Значит, все, что ты накидала, разбередишь. Разбередишь. Так вот, расштрихуешь, расштрихуешь. Чтоб краска немножко разошлась. И вернешь сюда. Ну, как будто бы другим способом. Будет намного проще, а я тебе требую сложный способ. Как раз этот способ простой. способ. простой способ. Да, уже краски было мало, да? А, наверное, краски было мало, поэтому... Светлость никак не вылазила, да? Да. Это простой способ. Еще раз, смотри. А ты что, как можно от этого отказывать? Я не хочу сжаться. Сейчас. Если тебе удалось и этот так же сделать, так бы супер, кенгуру. Идеальный кусок. Рукав ужасный. Рукав ужасный. А это Это высох где-то ничего не знаю. Нет, потом у нас другие хитрости будут показаться. А волосы? Волосы немножко змеиные, но там тоже змеиные. Ну, ничего, пока нормально. Но не змеиные, я понимаю, что ты не знаю.